Царю Небесный, Учителью души истины, И живи с детства, И вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю преди селисяны, И очистины от всяких скверных, И спаси блаже души наши. Господи, благослови предстоящие занятия. Дай нам правильно понимать божественные слова Твои, изреченные в Священном Писании. Не дай нам клониться ни направо, ни налево. Прибудь в этой беседе и братском общении с нами, Господи. Хвала Тебе, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Аминь. Сережа, на будущее чуть погромче, то Вы про себя это самое молите. А я бухая. Хорошо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Галатам, послание Святого Апостола Павла, 3 глава, 16-17 стихи. Разговоры прекратите. Сядьте, успокойтесь уже. Из-за этого, человек. Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано, и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени Твоему, которая есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденная, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу толкования. Павел хочет показать, что вера есть завет более древний, чем закон, и что несправедливо было бы предпочитать ей закон. Но на это и пример привел. Если бы, говорит он, человек сделал завещание, неужели кто-нибудь, пришедший после, осмелился бы извратить его, или переделать, то есть прибавить что-нибудь. Тем более, должно разуметь все его отношения к Богу. И Бог дал завещание Аврааму, что в семени его благословятся народы, а семя его Христос, потому что не сказал «всеми нем», чтобы ты не подумал о происшедших от него иудеях и измалитянах, но просто «всеми ни», которая, как сказано, есть Христос. Каким же образом закон может отменить этот завет, соглашение и обещание? Так, чтобы не во Христе получали благословение народы, но через заповеди закона. Ведь это не что иное, как и неиспровержение обетования, что нелепо. не разговаривайте. Нет, прости, пожалуйста. Вот, у кого какие есть на этот счет мысли? Мы уже какое занятие рассуждаем? Вера и закон. Что важнее, что главнее? Были такие мысли, что главное заповеди соблюдать не спасешься. В нашей общине Галина Загуляева такую мысль сказала. Правильно. Вот сестра подтверждает правильно. Человек верой жить будет. Верой жить будет. Понимаете? Поэтому вера это начальное что для христианина вера. Есть вера и ты заповеди примешь. А нет веры и ты скажешь дай мне зачем? Я закон буду только соблюдать который мирской. И я буду всегда угодным людям, которые ну как мирские живут. Поэтому человек верой живет. Поэтому главнее вера. Есть вера и заповеди легко исполнить. Почему? А помощь Божья. Мы ничего не можем без Бога делать. Потому что всегда мы говорим мы нищие духом. Мы нищие духом. И поэтому просим Бога Господи ты нам помоги. Я вот мою сетку допустим Господи помоги потому что я без тебя ничего не могу делать. У меня даже вот тут не хватает. Я так это очищаю на себе в данный момент. Поэтому я всегда полагаюсь на Бога. Я нищая духом. Дух у меня нищий, потому что еще и возраст такой и ничего доброго не сделала. Поэтому я считаю что главное вера а потом заповеди. Заповеди можно исполнять только с помощью Христа который умер за нас. И без Христа мы не сможем ничего сделать. Ничего не сможем. И не надо обращаться что мы без Христа можем исполнить заповеди. Без веры можем их исполнить. Я вот так думаю что это само собой естественно не тут смотри в чем дело апостол обращается к галатам надо всегда задавать себе четыре вопроса кто сказал когда сказал кому сказал и зачем сказал апостол павел галатам когда понятно первый век христианство зачем он это им сказал то есть они призывали обрезаться обрезали это закон такой моисей такой шел слух что главное обрезание главное исполнение а Христос убеждает а зачем тогда Христос умирал было обетование Аврааму что всем не твоем благословятся все народы языческие тогда был избран только один народ народ еврейский и раз мы избраны бога избраны народ мы обрезались по закону моисей зачем нам какие-то язычники мы закон соблюдаем соблюдали будем соблюдать и апостол павел начинает их убеждать тогда обетование тогда что получается закон отменяет обетование которое бог дал Аврааму что родится Христос и в нем благословятся все народы то есть благодаря Христу его заместительной жертве и язычники тоже все народы могут получить благословение прощения что тогда получается закон отменяет обетование нет обетование значит говорит о том что не нужно теперь соблюдать закон Моисеев в качестве обрезания да то есть зачем обрезаться если мы христиане христиане они возвращались опять вот где-то водителю ко Христу то есть ветхий закон получается это нянька воспитатель детского сада а христианство новый завет это учитель и воспитатель говорит ребенку слушайся учителя он же ему не противоречит то есть это Ваня а так получается не сурадница а так вот они говорят а нам учитель не нужен мы пойдем в детский сад опять и апостол Павел зачем уже возраст не тот уже неприлично юноше преподать груди матери Христос пришел было обетование зачем обрезаться нет все вы новая тварь новая обрезание новое сердце а плоти зачем понятно что такое вера тогда объяснить что такое вера мы говорим вера закон закон разобрались 10 заповедей моисея и туда входит и обрезание еще там очень очень много ветхий закон называется ветхий закон вера в Христа вот вера в Христа а когда эта вера в Христа она была вот люди которые жили по закону они знали об этой вере в Христа наверное нету но поэтому Я имею в виду, что закон исполняют в законе. Как их без веры исполнять? Как само собой разумеющая вера? Без веры во Христа. Но когда Христа не было, люди исполняли закон? Исполняли. Но ты сейчас сама себя противоречишь. Без веры во Христа невозможно исполнить закон, но исполняли. Я не понял, что вера и заповеди Божии есть одно и то же. Как это все совместимо? Если бы было одно и то же, не было бы таких споров у апостола Павла. Они говорят обрезаться. Он говорит, не надо обрезаться, не надо закон соблюдать. Я не про обрезание, что вера и заповеди. Это все одно и то же. Но для меня это все совместимо. То есть обрезание и не обрезание, без разницы. Почему? Я не про обрезание говорю, а вера. А я про обрезание, потому что тут в контексте нужно смотреть, о чем речь. Зачем он все это? Матерь, это не с этого, что такое. Говоришь, ты Гарри Загуляева сказал, что соблюдать заповеди Божии. Конечно, соблюдать надо. Но как без веры ты будешь соблюдать? Оно как само соблюдение. Ну понял, ребят, да. Ну еще кто там что-то, Людмила Степановна? Нет, ты просто спросил, что такое вера? Что такое вера? А вера написана, вера, это осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. Вот вера. Осуществление ожидаемого. Что ожидали иудеи и до сих пор по сей день они ожидают? Мессию. Мессию. Было обетование, что придет Мессия Христос. Он пришел, свои его не приняли, распяли. Дальше ждут Мессию. Придет потом другой Мессия, Антихрист. Они его примут. Обрезанные все, потому что за них главное заповеди соблюдать. А Мессия, обетование, то зачем? Мы главное соблюдаем. Но они лгут, что они соблюдают. А вот что. А закон, он убивает. Он наносит проклятие. А обетование, что придет Мессия и во Христе простятся грехи, это благодать. Они отвергают эту благодать. Зачем? Да. А можно вопрос задать, Игнать Тихонович? Можно. Игнать Тихонович? А не христиан, я хорошо слышу. Воткнул его в ухо. Так. Извините, пожалуйста. Беду эту. Вот скажите, пожалуйста, а вот до прихода Мессии, до прихода Мессии, и многие христиане дают себе обеты. Чтобы вот, я вот не буду вот это делать, я не буду паспорт принимать, я не буду там это. Я вроде бы сейчас это все уже, как будто уже Мессия пришел, и она не принимает вот этих, вот этих вот всех. Не паспорт, а что там, вроде там чипы, там все такое. Вот как это объяснить-то? А когда Мессия придет, тогда чего они отвергать-то будут? Мне вот этот вопрос. Что отвергать тогда, когда Мессия придет? Какой Мессия придет? Мессия, Антихрист когда придет. Ну ты не называй там, хотя бы разность. Нет. Когда придет, когда Мессия, что они тогда будут? Ну когда придет Христос, тогда уже ничего, отвергать, не отвергать, Он воскресит и все. Тогда уже, Он не будет там это. А вот когда придет страшный этот, вот Антихрист, вот тогда-то, что они тогда будут отвергать? Тогда они уже отвергали, а что им тогда, что делать отвергать? Что осталось у них отвергать? Чипы, печать? Вопрос-то не ко мне, а к ним. Ну вы ответьте, пожалуйста, мне, как им поступать. За них как отвечать? Они скажут, а мы так и не думаем. Я не могу так делать, как сейчас у меня мои ролики один перетаскивают, под видом священника там Дудина. Ну какой-то, может, шпаненок там или какой-то. И я говорю вот здесь вот на собрании, а он вставляет пузыри такие надувает, и там написано, вот что он говорит. А это не то он говорит, а вот это вот. И опять я что-то в предложении говорю, он опять пузырь надувает, а на нем пишет. Вообрази, что это только священник даже, это уже полный крах всего патриаршего. То есть это никакой уже границы нет, полное маразматическое разложение. То есть он ненавидит, он не знает, что сделать. И там Дворкина привлекли уже, и что-то их не делают. И Почаеву подключили против меня. И все заканчивают ничем, исследуют, ничем нет. Он говорит православный. А им надо обязательно свалить. Это мстительность инквизиторская. И они этого не понимают. Они за меня, мне под язык залазят. Я говорю, ну ладно, если бы не говорил, тогда еще можно пузыри надувать. Но у меня вот книги, 38 книг, я высказал все. Почти 4000 роликов. И в каждом ролике я участвую, что-то говорю. Меня не то, что голыми руками брать, а я совершенно ногой обдетый, обнаженный. Но у меня даже кожи нету. Все содрано. И ничего не могут взять. Почему? Бог. А Бог? Вот вы сейчас говорили об Рязани, а о субботе дальше не говорят. Говорят, суббота не нужна. Суббота кончилась. Это временное было. На каком основании это говорят? Когда написано, это вечное постановление. Слово вечное есть, а временного нет. Слово вечное отвергают, а временное оставляют. Вечное написано, вечное. И об Рязани, что будет отменено, тоже нигде не написано. Если за кем-то следуем, мы должны этого человека спросить, кто бы он ни было. Подтверждение Писания есть или нет. Если оно не подтверждается, чего нет Библии, о том не рассуждаем. Нет этого Библии, что они говорят. А что написано? Написано вечное. Вот один раз только упрись в это дело. А мы воскресенье отмечаем, а не субботу, как евреи. Это мы отмечаем. Но написано вечное. Теперь ты должен понять, что есть замена и отмена. Два слова. С переменой закона. С переменой закона. А не с отменой закона. В перемене священство надлежит быть. В перемене, а сектанты поняли, отмена и все священники. Людер засылал мирян всех священниками. А священников мирянами. Карл Маркс. Ну, вот вдумайтесь в это, если вечное. Вечное значит. Я этот должен держать все время перед собой светильник вечности. А как же Христос пришел? Он творил мир шесть дней. Седьмой почел от дел своих. Сотворил весь мир. А после этого творил что-то? Нет. И вдруг, как транспарант. Все творят все новое. Начинается новое творение. Новое! В новом творении. Какой день отдыха будет? Понятно, что он слово вечное показывал на временное. Как вот сейчас говорили. Нянька где-то водитель ведет. А теперь вечное. Как? Ага. Значит, Христос творит все новое. И творит он во все дни. В пятницу его распинают. Он в преисподних местах проповедует мертвым. Петра 4-6 написано. Для того мертвым было благовествуемо. А когда он почил от дел своих, почил воскресный день. Вот оно где указано. Суббота. Отдых. Покой. Он указывал на воскресенье. И поэтому воскресенье-то не кончилось. А началось. И оно будет где воскресший Христос в вечность. То есть это вечно. Вечный покой он даровал своим воскресеньем. Когда я это все открыл, все противники с той и с другой стороны замолкли. Я это ни у кого не брал. Я просто исследую, исследую. А что исследовать? Я должен это совместить. Теперь я смотрю на воскресенье. Когда распнут, говорит, у вас будет печаль. Но печаль ваша превратится в радость. В какой день в радость? Радостная прибежала Мария. Его нет, он воскрес. Я разговаривал. Когда? Рождение нового мира. Воскресенье. Рождение нового человека. Не воскресенье Христа, а воскресенье Вселенной. В этом воскресенье. И Христос проповедовал. А проповедь это большая, большая работа. Не просто. Я буду говорить. Чтобы написать эти книги, я 50 лет готовил материал вот сюда вот. День и ночь учился. 9 лет сидел за компьютером. Это понятно. А теперь отдых какой. Я только взираю на это. Сегодня едут в два адреса, отсылают книги. Сергей Павлович повезет. Никита своей маме посылает. Мне попутно сказать. Неприятность была. Неприятность маленько раньше. Мне уезжать. В это время Квиток приходит. Придите на почтовое отделение 56-го. Я пошел. Что-то там не разобрались. Это на центральный. На центральный пришел. А у нас нет. Мы отстали туда. Посылка с книгами вернулась. Почему она вернулась? Покажите хотя бы. Она вынесла посылку. Небольшая посылка. Вижу Володин почерк. А Володя там и здесь. Ну как-то отложить надо. Никак мы не можем это. Ему цена на день пройдет. Они на него добавляют. Выкупить. Теперь уже мне будет не 300 рублей, а 305-310. Что делать? Какой-то город Александров. Владимирская область. Бушует Владимир Борисович. Ну не посылал ее. Володя посылал. Но он сам не посылал то, что я ему сказал. Дал ему адрес и все. Ну пришлось заплатить. Принес. Стоит. И когда мы оттуда вытащили книги. Книги не помятые оказались. А в другом месте требует отдали. И в то время на меня выходит из города Александров Бушуев. Мы больше полгода назад деньги вам перевели. А книг нету. Володя ну-ка тащи этот. Старый посыл, который распечат. Адрес обвестили. Я зарядил себе поисковик, где кому посылаем. Сразу он высветился. А я тогда даже это не посмотрел. Теперь я на него выхожу. Соединили сначала и говорили. Нашей вины никакой нету. Стали смотреть. Я тоже не досмотрел. А он оттуда считает вчера. И видит. Квитанция дошла. Показывает. До Москвы дошла посылка. Они ее развернули. Обратно в Барнову гальнули. Московская печать. И дальше ничего нету. Города Александрово-то нигде нету. Что теперь? Да мы доплатим. Я говорю. Ну я хоть не виноват, но доплачу я. Чтобы подозрения не было. И видите сколько времени. Я на 4 месяца 20 дней уехал. Это все лежало. Он может быть даже выходил. Искал меня. И понятно. Какое впечатление. Ей заплатил. Вот тебе верующие. А ничего нету. Но вот сейчас они едут. Наши братья. И он отправляет все. Это между делом я вставляю где-то. Вот воскресный день. Работать нельзя. Это праздновать отдых-то. Но за работу мы не считаем. Что книги уже вот они здесь. И он довезет их до почтового отделения. В другое время просто некогда. Надо понимать. Самый смысл закона. А вот говорит. А обрезание. Разве это временное было? Временное? Покажите где временное. Нигде не сказано что обрезание прекратится. На земле. Это не суббота. Оно имеет время на окончание с мировой историей. И в колостяном апостол Павел говорит. И вы обрезаны. Вы христиане колостины. Обрезанием неуквотворенным. С обличением греховного тела. Крещением Христовым показывает. Крещением. Значит обрезание указывало на крещение. Там в восьмидневном возрасте у нас крестят детей. Восьмидневные. То есть это взято оттуда. Но как тогда это ничего им не давало. Вот я обрезан, а дальше живу своей жизнью. И так сейчас в церковь. Главное привезти ребенка. Помощили. Помощили ему лоб. А так называется крещением. Никакого крещения. И теперь он. Колесное христианство. Первое. На коляске привезли его. Помощили. Второй раз он приедет. На Кадиллаке. Пышно. Венчается. И третий раз. Катафалк приедет. Привезет его хоронить. Он три раза за всю жизнь как бывает. И один раз только в сознании помыть. Нормальный ребенок не понимает. Когда человек женится. Он тоже полоумный делается. Почему? Да сначала Бог сон навел на него. А потом его женил. Сон. А что он знает. Во сне это человек вообще нет. А умер вообще ничего нет. И три раза был в храме. И три раза был не в своем уме. Вот когда задумаешься. Это я так тщательно стал смотреть на все это. И увидел сколько интересного. И израильтяне хватались за это. И православные. Мы православные. Мы крещеные. Я прихожу. 3700 человек передо мной. Человек. Но если разобраться. Там ни одного нет. Почему? Я пришел в тюрьму. Уголовники. Убийцы. Людоеды. Людоеды. Вон сел несколько человек. Резали маленьких девочек. Кто на дачном поселке был. И продавали котлеты. И когда следователь сказал. Я попутно говорю. Что этот Суходолов там с женой делали. Этих свидетелей. Прямо ее в кабинете вырывало. А они ели год назад может быть. А он там чесночком все это заправлял. Ну одну девочку взяли там худенькая. Ну что с ее взять то. Ну все равно полкилограмма отрезали заднице. Вот так. И я к этим людям прихожу. И они крещеные. Они все моченые то есть. И сегодня вокруг меня такую свистопляску устраивают. Ну может быть они лживые священники то то. Что я сделал не так. Я там не крестил ни одного. От моего то что я говорил. Ни один не сделался преступником. А вы помочили и выбросили. Абортировали его выбросили. Это уже биомасса. Для них люди как биомасса. И они повинны в гибели миллионов людей. За все эти годы. И они вокруг меня пляшут. Вокруг моей колокольни. Подвизгивают. Визжат. Лают. И всячески меня. Как только могут помосят. А ничего нигде нету. Нету. Вообще нету. Вот я там был. В Потеряевке. Выхожу. И снег выпал. И птица то вся не вечно же падает. И замерз видимо. Воробушек там где то. Я зашел его. Котенку бросил. Я бы мог его не трогать. Он замерз уже где то. А эти взяли сняли его. Это в интернет выставили. Как эти поднялись. Вот посмотрите. Это Лапкин. Он садист. Садист. Воробьенка. Так садиста кот не я. Он его гоняет. Он пищит там это. Воробьенка. Ну а вы колите там. Я показываю как голубей колется. Ну всю природу Бог отдал человеку в руку. Ну вы же едите огорочка. Разные котлетки. А это же бегал барашек. Это бегал олененок чей то. Коровка ходила. Почему вы дальше то не рассуждаете то. Да яйцо то бьешь. Там тоже зародыш. Тогда это не ешьте. А тут. Воробьенка ловит котик. Лапкин садист. То есть злоба полностью отнимает разум. И какое это крещение. Крещение. Обрезание. Ничего не дало. Ничего. Хоть сто раз. Мощи. Был сухой грешник. Теперь мокрый грешник. Почему? Злоба ослепляет разум. Я к этому считаю. Я не просто сторонний слушатель. А я вижу на практике. Ничего не изменилось. Вот это отношение к закону. Так и осталось. А сказали бы. Мертвый ничего не поможет. С крещеного будет спрос больше чем с некрещенного. С семенного богослов. Святые отцы все говорят об этом. Вы куда подталкиваете? Ни одной эпитемии нет. Я спрашиваю которую. Меня одна пишет. Ну вот такое со мной было. Там то другое. Безбрачно живу. Всякая мерзость в половом извращении. Просто сказать нельзя. Я батюшке сказал на исповеди. А он еще. Парень пишет. Ну. Я причастился. А через два дня снова в блуд попал. А потом опять причастился. Опять в блуд. Ну какая же это вера. Да нами не то. Бесы смеются. Бесы. Человека повинного во всех грехах. Они отпевают со святыми. У покоя. Будьте прокляты вы христиане. Это Юродиво. Семена Юродиво. Андрея. Они видели как бесы глумятся. Когда священники хоронят. И будьте вы прокляты. Человек во всех грехах виновен. Прокурор. Области. А вы. Говорите. Умер хороший человек. Со святыми у покоя. А почему? Он был знаком с епископом. Любого отпоет. Я помню здесь. Был губернатор один. У него мать умерла. Была верующая. И в газете печатает. И отпевал сам епископ. Ни епископа нет. Ни губернатора. Остался один позор. То есть она ходила. Ни епископа нет. Зачем в газете писать то что. Но отпевал епископ. Ты понимаешь. Он прошит все двери. И она теперь в раю. Я смысл это понимаю. Но епископ то сам то. И сотни может один спасается. Вы это то знаете или нет. Уж всякие. Говорят за нигде. Вот однажды. Там праведник один вошел в рай. И видит какая то суета. Там дорожки что то расстилают. Он говорит. А что такое. Да епископ спасенный. Он думает и здесь такая же. Как видите. Богатому значит. Тут фанфары гудят. А бедному ничего нет. Ему ангел успокаивает. Он успокоится. Да вашего брата каждый день тысячи. А это за сто лет первый епископ попал. Ну потом такая тут ажиотаж. Поэтому. Ну это как сказать. Ну откуда то рождаются эти рассказы. Матушка одна. Умер у нее этот батюшка. Там Прокопия или Ферия его звать. И она знала он хороший такой. Каждую бабушку в головку поцелует. Никаких эпитемий не накладывает. Все любили прихожане. Он очень ласковый. Хорошенький. Мягенький. Смиренный. Смиренный такой. И когда никого не крестил. Ладошкой по голове. Иди. Бумница моя голубушка моя. И она стала молиться. А где же он у ней. И вдруг она увидела во сне. И он в огне горит. Вынырнет. И опять в огонь. И когда он вынул. Она говорит. Батюшка. Да как же ты оказался здесь. Он говорит. Я хоть вот и вынырнул. Вдыхнул маленько. А каково нашему епископу. На голове которого я стою. На голове стоит. Тот вообще не вылазит нигде. Ну маленько то возьмите. Никого я не боюсь. Так как епископов. Вообще неудержимая ярость. Инквизиция. Кто это все придумал. И вот теперь к обрезанию. Вернемся. Они обрезали. А что делали. Сегодня они обрезаются. А что делали. Ждут самую страшную креатуру в мире. Антихриста. Мусульмане все обрезаются. Мусульмане все обрезаются. Что делается. Посмотрите. Сколько христиан убивает. Христианин. Вот показывает пальцы. Каким пальцем. Узнали что мусульмане. Ну верну Библию. Вот так вот. Пальцем. Ну. Вот этим. Все. Вот так вот. Разрезает все до конца. Лапшой палец делает. Насыпает там что чтобы не зарастало. Вот теперь с этими пальцами. Их показывает на кресте уже висит распятый. Что они делают. Их сейчас там бомбят. А вот Россия туда вмешалась. А я думаю это кровь мучеников сыграла. А правитель русский. Он даже не знает этого. Он мститель пошел туда. И они сейчас там поражают офицели. Где эти боевиков готовят. Где эти головорезы. Они сейчас бегут. Не знают куда бежать. А там такое оружие. В интернет зайди покажи. Там такие вот трубы стоят. И как начинают эти. Как Катюша. И там выжигают пространство. Выжжено все. Там ни одного микроба нету. Они не знают куда деваться сейчас. Там американцы пытались говорить против. А эти делают свое дело. И вертолеты идут показывать бомбу только сыпятся. Недавно там какой-то послали в Сирию. А у них что-то девка. Или кто написал они так. Он застрелился. Ну оттуда повезли домой. Вот как дело там стоит. Не в обрезании дела. А когда обрезана связь с грехом. А почему именно тут режут. А почему не палец режут. Ну так то вообще это интересно. А при чем тут. Половой орган там кожицу срезают. Тебе не надо рассуждать. Это указано. А кто его может делать. Кому положено. Даже женщина может делать. И крещение может преподать женщина. Когда никого нигде нет. Правильно произнести что требуется при крещении. А как это. Откуда знал. Все пора. Когда приступил ангел уже убивать детей. И она быстро обрезала сыновей своих. И крае обрезания бросила перед ангелом. Для Господа посвящают. Ну кто читал тот знает. Это Библия говорит. И так и здесь. Церковь. Это учила все. Крещение может преподать любой сам будущий православным. Если нигде вообще нет священников. Всех порастреляли. А такие моменты были. Вот так. Литургию никто не может совершить. Литургию. А вот это может. И вот это прочитали. И все с этим. Согласиться надо. То Ветхозаветние окончилось. Оно перешло в Новозаветние. Которое дает прощение грехов. Прощение. Там был завет с Богом. Заключали в таком возрасте. И здесь тоже обещание Богу служить доброй совести. То есть. Все остальное сохранилось. Но только на другой ступени. Выше. Вот и все. Мне понравилось. Вот я посмотрел по онлайн. Там видео называется. Сергей Пухов. Как они встречаются. Кто-то прицепляется. Новое там. Уже человек 7 наверное. Я ошибаюсь может. Да. Да. Хорошо. Хорошо что вы не мудрствуете. Высокомудрствуете. Никогда не заходите за грань. Никео цареградского символа веры. Никогда. За каноны церковные. Никогда. За святых отцов. Не надо нигде. Не надо. А что ты не знаешь? Не знаю. Святые умолчали. И я не знаю. И нигде они об этом не говорили. Если не говорили. Мне показать надо. И все. В жития святых пользуйтесь обильно ими. Вот 4 параметра. Библия. Каноны всех. Книга правил. Святые отцы. Жития святых. И по ним. Никогда не ошибешься. А если не знаешь. Обратись к священнику. И вот занятия как ведут. Я посмотрел. Благодарение Богу. А то вас не будет. А что будет? Я отвечаю. Да может еще лучше будет. Мы сколько вложили сил. Да быть того не может. Чтобы это пропало. Это не пропадает. Слово обладает воплощением. Григорий Низкий говорит. Я сказал слово. Оно приобретает образ. Одна бабушка молилась. И молилась. Все время. Умерла. Ни я к человеку не обратился. Как только умерла. На могиле. На могиле. Стали разговаривать. Не Матрону. Нет. Стали разговаривать. Один человек услышал где-то. Обратился другой. Прошло время. Почти вся деревня обратилась к Богу. Мои труды даром нигде не пропадут. Они перед Богом. Я только получаю короткие маленькие сведения. Где мы ездили. Оставляли. Как люди обращаются. И благодаря им я нашел. Вчера один вышел. И откуда? Из Дании. Дания. В Скандинавию. Я пришел к Костиной. Вы к этому причастны? Что вот я так приобратился. Я ролик записал. Даже. А из чего архипелаг ГУЛАГ слушал написанное? Через архипелаг он пришел то, что я читаю Библию. Нашел где говорят плохо обо мне. Он через это начал искать. И нашел хорошее. Ну а дальше решил в живе поговорить. И вчера говорили. Работает там. С Украины. И что тебе там делать? Ну там свои вопросы такие где-то. И уже под конец у него вопросы пошли прямо. Ну свое там. Житейское. Надо было его трясти. Не знал как. А теперь позже по Псалтири. Такие хорошие. Прямо глубокие вопросы. По Псалтири. Я говорю. Ты в нужное место пришел. Тут ты получишь ответ. А почему? Да потому что у меня святые отцы. А другие то они их не знали. Это пятый том Иоанна Владауса. И всех проповедников какие были за 2000 лет. Иоанн Владаус считается самый плодовитый. Кому столько открыт. Он прямо непосредственно от Бога получал. Там через апостол Павла или как-то ответ. И у него 12 томов. Высочайшая его вершина это пятый том. Толкование Псалтири. Выше этого ни один человек не поднимался. Вот если бы в книгу Гениса спросили. Святые отцы. Самое-самое такое. Ну. Откровение такое. Прямо алмазное буквально. Высшее. Это Иоанна Владауса. Пятый том. Толкование на Псалтири. Но не на всю. Кое-что утеряно. Сто сорок первый. Сразу сто сорок третий. А вот. Потеряно было. И вот вы когда будете. То можете в интернете даже найти. Старайтесь не выходить за пределы святых отцов. Нигде и никак. Я на неделю мне скинули материал по Георгия Кочеткова. В Москве освященник. По этому институт открытый. Эти Кочетковцы захватывают уже в церквах. Где все то другое. Я посмотрел что захватывает. Они поминают патриарха. Они не выходят. Но. Была создана комиссия. По благословению патриарха Алексея Второго. Жалоб на них. У меня там что-то. Жалоб сто допустим на меня. На него тысячи. Я посмотрел. И его там комиссия нашла. Вот это не православное. Вот это он говорит. Это неправильно мы сказали. Это ну так это. И выразились не теми словами. Но другое комиссия видит что не в этом делу. Намного глубже. И значит готовят там где то дальше. Почему они через символ стали переходить. Мнение даже о Христе там. Они какими-то фразами такими. Где насущно они раздельно троица даже кажется не упоминают. Вот как то это все так. И меня спрашивают. Я говорю. Я всегда удивлялся. Как так. Такие умы. Умы. Которые как Бердяев. Соловьев. Я их перечисляю всех. Которые знают. Павел Флоренский. Там Авакум. Почему они обладая вот таким огромным талантом. Заходили за эту грань. Так что где написано премудрость. Это чуть ли не четвертое лицо троицы. Софианна называет Софианца. Зачем? В церкви никогда такого учения не было. И они его сейчас там трепят. Его Георгий звает. А что помолитесь. Георгий. Когда на меня сильно нападали. А я знал его. Где-то. У меня к нему никаких нет требований. Но. То что они вот делают. Там Агапа. То другое. Это ничего не. Вечеря любви. Это не противоречие. Но вот эти выражения где. И дьявол чуть ли не это. Просто выражение зла. И там еще что-то такое. С этим согласиться нельзя. Вот сегодня мне скинули материал. Тут со второго. Кажется. С сентября в этом году было. Ну наверное 5 может. Ну я тут. 5-4. Тут не имеет роли. Это. И в Америке прилетала. Леди Муранова. Близко. Это память. 25 лет. Убийство Александра Мения. Вся эта интеллигенция. Они собирались. И я. Ну она мне скинула материал. И книгу я должен видимо получить. В понедельник пойду. Это задержало меня Людмила Степановна неделю. Вчера звонили. И вот там люди которые выступали. Ну и конечно вспоминали его. Говорили. И говорят что архиереи к нему относились так благосклонно. Но среднее звено священства были очень против. И у меня беседа с ним сохранилась. Где я беседую. И я был против. Он верил что человек чуть ли не от обезьяны. И это постепенно. И он. Вот такое вот. Ну никак. Эволюционным путем. Зачем? Когда Бог сказал. Явилась. Повелел. И пришло. Зачем? Вот 20 том. Если будете с вами. Вот 20 том. Там моя беседа вся записана. Где? И такой ум. Энциклопедист. Это вообще. Там. Ой-ой-ой. И все куда-то по их заносит. Я это интуитивно почувствовал. Когда обратился. Есть грань за которую нельзя заходить. И меня неоднократно на беседах там. Большие были. Баптисты там. Как говорится. Конгрессы. И меня приглашали чтобы я высказался. Высказался. Я высказываюсь как святый отец. У вас что своих мыслей нету? Нету. А зачем? Эти мысли уже выразили более авторитетно. Более лучше. Виктор Андреевич там заочно меня познакомил. Не меня. Профессора одного. Обо мне рассказывал. И вот я попал в больницу. И тот профессор явился. Ну он как будто даже не русский. Краевой больнице. И он. Ну я вышел. Еще не зажило. Но и стали разговаривать. Один вопрос. Другой. Третий. Да как вы сами то думаете или нет? Я говорю. А зачем? Моя задача была запомнить. Сравнить. Что вам не нравится? Нет. Ну я слышал что вы оригинальный такой. Там одаренный. Там начал мне аппетиты подкладывать. Я не такой. У меня ни образования нет. Ничего. Я просто молюсь и считаю. А сами то вы. Неужели вам не охота? Я говорю. А я вас тоже узнал. Вы меня? Конечно. А как? Я говорю. Да вы еще к Еве подошли в раю. Я вас сразу говорю узнал. Вам надо меня через заграду перекинуть на ту сторону. Святой Библии то. А дальше то вы меня растерзаете. Он от меня попятился и ушел. И Виктор Андреевич говорит. Уууу. Как я разочаровался в нем. Ну я. Совсем говорит. Не хочет даже думать. Я не хочу думать. Да меня от своих дум тошнит. Это еще твои будут. Все такое определенно. Что не по Библии. О том не рассуждаем. Я на Златоуст. И кто добавит или убавит. Лишит Господь участие в книге жизни и прочее. Вот это я понял. И стал просить. Господи. Сохрани меня от этого. И где вопросы задают. Я сразу отвожу. Это не моя тема. Соборы. Никеон-Сареградский символ веры. Все вот здесь сказано. Ни шагу. Я в жизни ни разу не спорил с католиками. Я ему сказал что без ворота не годится. И папа не может быть над всеми. И это неправильно. Толкуют они Петра и Ильича. Я сказал. Сказал. А дальше с католиком разговариваем. Совершенно нормально. Это церковь. Я даже тут был у католиков. Католическая церковь в Томске. Андрей. Священник. Ксенс называется Андрей. Это Андрей. Ну и я подошел. Прошу. Мы уезжаем. У нас трудное путешествие. Благословите. Они благословляют маленько не так как у нас. Он как-то руку кладет на голову. Там это по-своему крестит. И все это наши снимали. Вот я вернулся в Барнаул. И тут сидели мы. Я говорю. Что мне делать? Выставить не выставить. Последствия этого я знаю. Могут быть. Какие. Опадки. Но у меня ничего нет скрытого. Я сразу знаю. Патриоты тут меня будут сживать. Выплевывать. К католику подошел. Да это иезуиты. Да там крестовые походы. Да Александр Невский. Ну какое отношение к нам имеет с Анжелем? У нас хорошее отношение. Я дал ему ролик. Он подарил ему книги. Он смотрит. Что-то он примет где-то. Я принимаю только благословение. Я не католик. Нельзя этого делать? Нельзя. А если делаю? Значит ты еретик. Давай по порядку. Если я подошел. Благословился еретик. Вот посмотрите. Кирилл Будяев. Патриарх. Тогда был митрополит. Вот он подходит. Склоняется. Его благословляет Папа Римский. Вот подходит Алфея Паларион. Митрополит. Вот посмотрите. Это не фотография. Это движение. Это видео. Это еретики. Сразу замолкнут. Ну если ему можно, то почему мне нельзя? Почему? Я к нему отношусь хорошо и верю в его благодатность. А что? Своего православного не хватает? А чего вы каждый раз батюшки-то лезете? Один хорас и хватило бы на всю жизнь. Это знак почтения. Я выставил его. Выставил и правда. Нападки были, но небольшие. Господь любит открытость. Чтобы вы не беспокоились, не подумали, что верующие обманывают. Я не знал даже про это. Я огорчен был, что вернулось. Я даже Володю стал упрекать. Ты, наверное, неправильный адрес. Теперь нашли, проверили, все правильно. Сегодня опять отправляем. Понимаете как? Один у меня просит в Америке. Просит. Книги, какие прислать, я пришлю. Я посылаю ему. Посылаю, а стоимость он не спросил. Я ему отвечаю. Ему показалось дорого. Он ни слова не говорят. Взял меня обратно, книги выслал. Тогда я опять добавляю еще одну книгу. Это уже расходы большие, Америка. Добавляю. И говорю, ничего платить не надо. Ни за книги, ни за пересылки. Он получил, видимо, и на то все заглохло. Это все временно, все нажитое. А если я какую-то копейку буду иметь, то нет. Это зачем? Вообще ни за чем. Просто. Давай. 18 стих. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Толкование. Если закон, говорит, дарует благословение и делает наследниками жизни и правды, то обетование, данное Аврааму, следовательно, отменено и уничтожено. Но это не имело бы смысла. Закон ведь явился позднее. Как же он может отменить завет, который был прежде его? Но не спеши весь этот пример строго проводить. Посему он и сказал, говорю по рассуждению человеческому. То есть, человеческий пример привожу. Поэтому не удивительно, если он не может быть вполне применен к божественному. То, что имеет сказать. Я только если можно скажу, что меня всегда удивляет здесь вот эта прямолинейность Павла, его смелость, не бояться никого. Это мне положил Бог в первый же день. Петр. Это авторитетнейший человек. Он со Христом. Ему ключи вверены. А Павел в это время Саулом еще был. Гнал и убивал христиан. На нем крови море. И он не побоялся Петра. И его боялись все, когда он в Саул обратился. И только его, как говорится, земляк. Варнава. Он его вел в круг апостолов. И дальше пишет Глатом. Вместе со всеми и Варнава лицемерил. Павел, позвольте. Я противостал Петру и притом не за углом шептал, а при всех. Пока язычники были, ты с ними ел. А как евреи пришли, ты перед ним начал уклоняться. Тоже мне старообрядец. По совести ли это? То есть примерно вот так он с ним разговаривал. Не по совести. Павел, какую дал он свободу нам в этом рассуждении. Не бойся никого. Никаких. Ни священцев, ни епископов. Не по закону, значит смело выскажет. И Павел это нам маршрут показал. Я при всех противостал ему. Вот и вся моя дума кончилась. А как обетование, обетование. И как он смело говорит. А закон пришел после. Оказывается, на это надо обращать внимание. Что было первое? Что первое было? А мы староверы. Там старообрядцы. Ну староверы, старообрядцы. А с какого времени старые это? Крещение Руси. 989 год. Это они берут за основу. А где же эти 999 лет? О которых в 989 году они могли сказать? Мы староверы. Что нам брать за тысячу лет? Это накорежили там. Напекли таких пирогов, говорится, что подавишься. Из Византии взяли-то. А Византия-то она уже перетерпела самое-самое. Кувыркалась там. Что там только не было. Почему не вернулись было к апостольским временам? Старая, самая древняя, апостолы. Даже об этом и не Никон, не Авакум даже не разговаривают. Главное они взяли за основу 989. А Никон реформы. Теперь они оттуда стреляют. Вот как делали. Но это делали-то люди-то уже отстоящие на тысячу лет. А что говорить тут? Через год уже меняется сколько. Ёлок никогда не было в Покровском соборе. А эти с Украиной понаехали. Муниаты-то. А они у нас тут все перепортили. Сейчас и ёлки везде строят. Приходишь, и ёлка одна стоит. Захожу во двор, другая ёлка. Она на паперте, она там в церкви. Что это такое? Человек придет и не узнает место своего. За смелость Павла мы должны всегда держаться. Не боясь никаких авторитетов, если это не согласуется с Писанием. Но и самому не толковать. Вот толкование. Обетование. Бог сказал. Да что сказал? Свойство Бога. Бог отрежься не может сам себе. Я нахожу. Но обетование остается в силе. Потому что дал не одному человеку, а народу. А в народе всякие бывают. Ну и что? Еще раз говорю. Бог. Говорят, а Бог все может. Конечно нет. Бог всесилен. В человеческом понимании. Да. А по божественному нет. А как? Он Бог многого не может. Просто не может сделать. Бог не может отречься самого себя. Прямо написано. Не может отречься самого себя. Бог не может нарушить свое слово. Не может. Почему? Это не его свойство. И Бог не может прощать за так. Ни одного греха. Люди не понимают. А Бог простил. Он не может простить. Бог не может. Грубо просто выражаясь языком. Почему? Это не его свойство прощать. Возьметь за до грех смерть. Человек должен умереть. И вот тут тогда. Человек начинает думать. А как умереть? Что? Никто. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все до единого. И тогда на землю приходит. Рожденный Пресноделой Марией. Сын Божий. Бог воплотился. Бог. Не просто Сын Божий. Одновременно Сын Божий и Бог. Второе лицо Троица. Вот это рассуждение. Ставит все на место. А теперь может. В возмездии наступила. Смерть. И говорит. Прости меня ради Христа. В народе это сохранилось. Ради Христа прошу прости. Ради Христа. Я виной. А то вину он взял на себя. И Божий вне удовлетворен. Конечно это юридическое обоснование. Прощение. Но это так и есть. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Кровь Иисуса Христа. Ощищает нас от всякого греха. Ранами Его мы исцелились. Ранами Его мы. Он умер за нас. Но и воскрес до нашего оправдания. Вот это твердо себе затверди. Это самое главное. А все остальное уже на другом месте стоит. Вот это с этого никуда не шагу. Все время об одном. Любой разворот. Обетование Бог дал. Он отменить его не может. Не может. А где это известно? Ну где? 77 Псалом читает. Накажу. Без наказания не оставлю. Но милости Моей не отниму. Прямо говорит. Я накажу. И что отверг народ свой Бог за заступление. Что сына Божия распилили. Нет. И я еврей с колена Вениаминова. Павел говорит. Если отверг на еврейский народ. А как я говорил. Верон отверг его. Евреям дверь закрыта. Не закрыта. Евреи сегодня обращаются. Мессианские. Там другие есть. Надо научиться мыслить категориями священного писания. Не так как мне кажется. Я думаю. Не надо думать. Надо принять. Написано. Верующий. А не думающий. А что совсем никак? Ну вот я думал и пришел в православие. Вера моя показала. Что здесь истина. Она от апостольских времен. А почему? Епископа. Да где двое или трое? Нет. Без епископа нет церкви. И все. Вот везде-везде мы все уничтожили. И вы тогда у католиков причастился бы? Да. Причастился. Но я бы сказал. Я православный. И молился бы так как у нас принято. А сказал бы. А сделай вот так как они это. Никакого греха в этом нет. Это я могу перекреститься сказать. Но только когда нигде ни одного нет православного. Нигде вообще нет. Вот. Это мое кредо. Как я верую. А в это вас могут осудить? Никто не осудит. Никто здравомыслящий. Ни патриарх. Ни епископа. Девятнадцатый стих. Третья глава. Послание Галатам. Для чего же закон? Он дал после. По причине преступлений. До времени пришествия семени. К которому относится обетование. И преподан через ангелов рукою посредника. Толкование. Так как он возвысил веру. И указал что она древнее закона. Возникало возражение. Для чего же был дан закон. Если вера была древнее. И сама сообщила благословение. Не напрасно говорит он дан закон. Но ради преступлений. Чтобы быть вместо узды для иудеев. Препятствуя нарушению если не всех. То по крайней мере некоторых заповедей. Прекрасно также сказано. Дан после. Чтобы показать что закон дал не в качестве. Первообразного установления. Как обетование. Но как бы дан в добавление. По причине многих преступлений. Дабы воспрепятствовать хоть немногим. Однако не навсегда был дан закон. Но до времени пришествия Христа. К которому относилось обетование. Что о нем благословятся народы. Если же до явления Христова дан закон. Зачем же ты далее простираешь это значение. Закон говорит он. Дан через посредство ангелов. Или священников. Или действительных ангелов. Потому что ведь ангелы. Производили онные трубные звуки. Громы и знамения. Рукою посредника. То есть Христа. Показывает что и закон дал Христос. Потому что он. Волен и отменить его. Ну это последняя фраза. Может под сомнение поставить. Переменить. Да. Это посредник Моисей. Рукою посредника. Он. Крижали. Приез. И сказал. Пеофилак говорит что. Христос. Этого. Посредника. Доказательств. Пеофилак то никаких нет. Что в этом деле Христос. Участвует. Никаких. На каком основании то сказал. Я не знаю. Но я вижу что. Это я говорить. Другим. Никогда не буду. Почему. Это недоказуемо. Доката святые сказали. Ну вот он и пусть доказывает. Он ничего не доказал. Когда рука посредника. Он говорит. Христос. На горе Харива. Его не было Христа. И почему. Где. Намек дается. Нигде нет. Про ангелов. Да. Трудные звуки. Они сдавали. Это было. А рука посредника. Да. Моисей посредник. Он впереди говорит. То есть. Мы считаем. Феофилак то. И ничего не вносим туда. Оставляем так как есть. Но я до себя оттуда беру только то. Что я могу сказать. И доказать. Я сейчас раз сказал. Баптиста меня за язык. А где Христос там был. Нету. Зачем мне это нужно. С молотилкой по затылку. Никак. И вот такие места где встречается. Неоднократно. Которые недоказуемые. В доказательствах. В пропаде. Я никогда не употребляю их. Почему? Это подножка. А может он правильно сказал. Может правильно недостаточно доводов. Я никаких подтверждений в писании не нашел. Я не нашел. И он не дает их. Зачем я буду брать это? Мне нужно то оружие которое работает. Может быть это и хорошая мортира. Но я не знаю как с нее стрелять. И он не доказал что она не разорвется. Он не доказал. Нет. Вот мое отношение к этому. Никогда даже до вершины не доходить. Почему? Я видел как он за поворот сделал Моисеев. Но я не видел что он на вершину зашел. И поэтому о вершине говорить уже не будут. А когда узнал что зашел на вершину Фазги. И оттуда обозрел землю обетованную. И Бог сказал посмотри ты желал ее. Очень желал. И нравится тебе. Высказать не могу как. Народ туда войдет. Слава тебе Господи. Наконец то я увижу. А Бог отвечает не увидишь. Ты умрешь. Ты согрешил. Ты не верил. Было время. Да где же я не верил Господи. Да я вел. А помнишь жара была такая. Народ так пить хотел. Я так показываю как бы разговор этот. Ян Затаус это все тут доказывает. Ну я сказал ударь в скалу. Говорил? Да нет. А как я говорил? Ты сказал скажи скале. Скала. Сим-Сим открой дверь. Она бы открылась. А зачем ты ударил? Ну. Да не ну. Моисей. Ты засомневался во мне. Ты засомневался во моих словах. Господи. Да где же я сомневался. Ты сказал неужели из этой скалы. Это твои слова. Неужели показывает сомнение. Сомнение передалось народу. Так. Так. Ты бы сказал. Скала не отверзлась. Неужели из этой скалы. Показал. И лопнула скала. И хлынула река. Искусственно перестал. Было так. Вот смотри на эту землю прекрасную. И ты не войдешь. Не войдешь. И Аарон говорят. Бог его никак не наказал. Он тоже не вошел в эту землю. Не войдешь. Богу нужно верить. Так что вопреки всем условиям. Вот уходили люди на разведку. Разведчики пришли. И они все начали говорить. 12 человек от колена по человеку было. И другой говорит. Ой как мы видели. А земля прекрасная. Там они на шести одну виноградную листь. Здоровые крепкие мужики несут. Виноградную кисть. Ну это не таких нет. Это сегодня виноградников. Ну и что. А дальше вы что сказали. Эту землю не взять. Там люди как деревья высокие. А стены до облаков. Ну не было таких стен до облаков. Тогда они панику наводили. Ну ты будешь говорить. Вот мы поехали когда. Вы только в Чечню не ездите. Голову режут. Что сами сделают. Мы вернулись. Трижды прошли через Чечню. С военными. С патрулями встречались. Прошли тайными тропами. Это только Николай Кручин мог провести там машину. И мы ночевали там. И когда обедали. Я порвал голову напротив. Рядом подошел мужчина с ружьем. Нашу собаку мог убить. Это мы все видели. И остались живы. Ничего нету. А они всю ночь там что-то вокруг. Там везде. Ну или мы тут где ночевали. И мы утречком уехали. Все нормально. Почему? Бог. Вот если бы мы везде всегда несмотря ни на что доверяли Богу. И верили так будет как он сказал. Что препятствий для нас нет непреодолимых. Да разве мы так себя вели? Трусовь и корысть поразили государство. Стонет вся земля от этих коррупционеров. О том что сегодня делается вот это. Ужас один. Сколько всего где как берут деньги. Прям ни на чем совершенно. Новые кабинеты строят. Новые люди сидят. И нельзя с места никак сдвинуться. Никто это не знал. Чтобы землю у нас так продавали по такой цене. По квадрату. Жилье там. Ну в Москве там назначают где-то. А то вообще на всю землю. И все везде ставят препятствия чтобы русский человек не поселился на этой земле. А иностранцам отдать. И сделать ничего нельзя. А что делать? Ну я знаю что делать. Все бы раньше значит я бы к ваххабитам пошел. Резать и убивать как Сашка Билый. А Христос пришел теперь. Я склоняю голову. Да будет воля Твоя святая. Мы должны показать грань. Перерождение из ветхого земного человека в небесного. Я могу показать этот день. Могу показать этот час. Как это Бог сделал. Итак Моисей. Он не уничтожает обетование. А потому что пришло много преступников. И нужен был закон. Вот люди иногда требуют закон. Китайцы если придут их сразу примут. Там законы не такие. Коррупция. Смерть. Тут же на стадионе сразу пристрелили. С наркотиками их поймали. Показывают. Молоденькая девушка там уже 20 стоит где-то. Стоит уже на коленях. Руки связаны. Сзади подходит. Чик. Готово дело. Ни одного наркомана нету. Российские. Барнавльские. Тут велосипедисты ездили по Китаю. Вернулись. И говорят. Велосипед у любого столба оставляешь. Везде или придешь. Никто не тронит. А почему? Смерть. Здесь на один шаг нельзя. Я приехал в библиотеку. Только купил велосипед. У меня с собой книги. Я книги сейчас обменяю. Вышел. Зашел в библиотеку узнать. Выхожу. Уже велосипеда нету. Украли. 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 Нет. А если поймали. У Игорь. Нынче поймали вора. Поймали. Сливают. До этого 300 литров горючего снял. Увез. И здесь поймал его Кирилл Истинов. У нас ролик говорит. Вор пойман. Но его не исправит. Никто кроме Христа. По таким названиям. И подошли. Утром звонит батюшку. Подъезжай сюда. Мы подъехали. Володя. Ты снимал? Да. Володя снимал его. Вот. Как его. Сейчас я не знаю. По-моему. Димитриев он назвался так? Не помню. Дима. Дима он назвался где-то. Кадникова. Приезжает с канистрами. Сюда подходит. Наливает. И все. Она же там один. Ворует. Там все тянутое. А его уже в разных местах ловили где-то. В Китай или где-то там. Пристрелили. Больше бы он не лазил. Не ходил. Но что это выход? Не выход. Но для язычников это контроль. А я что сказал? Покайся. Воры царствия Божьей не наследуют. Больше я ничего не могу сказать. Я не могу даже призывать, чтобы наказали его. Даже штраф дали. А его отпустили сразу. Почему? До этого было. До 1000 рублей своровали. Отдавать под суд. И депутаты проголосовали. У нас вся страна ворует. Давайте сделаем только до 5000 не судить. А вот 5000. А он своровал на 4900. Милиционер составил бумагу и сразу его отпустил. Все. И он уже не первый раз. Он каждый раз берет. Но берет он, подсчитает, что не было. 4999 судить не будут. Это сегодня, нынче. Потеряльки. И все это заснято где-то. Какой же это закон? Какое государство? Все воруй, тащи. Но только может быть гром какой-то грянет. Провода. Вот они провода снимали. У нас разъезд рядом. И снимали провода. Да? Он полез и не знает, что их... Он считал бригадой. И ударил. Он там полдня висел. Труп. Все кончилось. Убил сам Бог его. Никто к нему руки не приложил. Вот так обетование. У меня обетование Божие есть. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Это обетование Божие. А вера меня сделал мертва. Поэтому гори огнем. Всегда гори. Воспоминай с тобой холодные сердца. Пожалуйста. Это самое... Я хочу, Сережа, чтобы ты прочитал последнего, где Христос, что тут Фил Болгарский сказал, что Христос отменяет вот это предложение. Ну... Последнюю казу как раз почитали. Да не Христос отменяет. Рукою посредника, то есть Христа, показывает, что и закон дал Христос, а потому он волен и отменить его. Иистос отошел. Игнат Тихонович, а вот есть такое в Библии, в Евангелии, в Евангелии, по-моему, что просили, говорит, покажи нам отца. Да, я тоже. И довольна будет, что покажи нам. А он говорит, ну вот, видите меня, видите отца, значит во Христе отец. Поэтому, может, вот это вот сюда подходит? Еще тут не подходит. Нет? Ничего здесь нельзя менять. Вот как он сказал, сказал. А что он имел в виду? Что? Видите меня? Троицы нет тогда в нем. В нем, то есть единомыслие во всем. Полное единство. Да. Единомыслие. Больше ничего нет. Больше не надо за это заходить. Это грань, за которую никогда не заходить. Никогда. Никогда. Ни под каким видом. Святая, ненасущная, нераздельная Троица. Неслиянная. Как вот святые выразили, так и говорят. А ты понимаешь эти слова? Не понимаю. Их нельзя понять. Они выше человеческого разумения. Ну как? Три Бога. Да, три. И это один Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святого. Ну три же. Три на небе. Три, но три это единое. Три единое. Как это понять? Да никак не надо понять. А думать? И думать не надо. Сломали голову. И кто это? Арий возьми. Первый. Ну может быть до него еще были где-то не Сторий. И втихий. Все это священство. Это не рядовые. А рядовой что он скажет? Рядовой он только пришел, отстоял, ушел. Я, понимаете, своим умом пытаюсь мысленно вообразить. Вот послы пришли. Пришло время, они прошли у иудеев были. Вот. Вот с мусульманами поговорили. Никак. А когда пришли в Византию, мы говорят, как на небе были в храме. Первый раз и как на небе. Но я решил узнать, какое небо они имели в виду. Они не говорят. Пришли кто? Язычники неверующие. Язычники. Но они по-своему небо представляли. И вот они увидели красочность. Выходит. Шлейф какой тащит за ним, за патриархом. Ладан. Ой. Это так приятно пахнет. Да еще может там угостили их после этого. Да еще вино нам разрешается. Вообще вино пить, радость. Это князь Владимирову все еще говорил. И вот теперь что они? Глазами видели, ушами песнопение. Ноздрями обоняли. В рот что-то попало, как на небе. Ни одного слова греческого не знают. О небе вообще представления нет и сравнивают с небом. Какое небо? Языческое, как они представляли. Дальше не написано. У Соломона было тысячу жен. Тысячу. Представь себе. Да по одной даже смотреть в день. В ночь. И на три года хватит. А у князя Владимира две тысячи было. Два Соломона в одном. Еще брата родного Ярополка убил и отнял жену. Это какая же была неудержимость. И в этом виде пришел. Какое там было обращение? А я приму крещение. Корсу не буду осуждать, если сестру Анну дадите за меня замуж. Это уверование называется. Я ничего не добавляю, как есть. Ну понимаете, о сердце его даже говорить не приходится. Да, он изменил жизнь, образ. Монахи говорили. А что монахи приехали? Привезли ладан, сундуки и взяли лопаты, пошли в киевский город. Пещерное христианство привезли-то. Пещеры рыть. Они евангельского не знали. А если бы эти пришли и сказали, подождите, ребята. А вот здесь есть город один еще. Город в Пессалонике. Солунь называется. Там есть древние этих. Это апостольское сохранили учение. Они пришли, а там все такое, как у баптистов. Собрание. На родном языке говорят. Понимают все. Никакой вот этой атрибутики нету. Свечей. Нету, может, одна лампочка горит на 6 ватт. Ничего нет. Одна свечка какая-то. Проповедь. Люди каются. Приняли бы эти язычники, как на небе были. Да даже не посмотрели бы. Это и мусульмане предлагали, и евреи предлагали. Вот эта красочность, пышность. Прости, Господи. Что люди считают бутафорией. Они как мимо выходят. Это не мимо, а мимо. Мимикой все это исполняют архиереи. При народу садятся. При народу им подносят чашу. Да еще такой заковыристый, как кувшин с украшениями. И он льет чашу. Из этого из кувшина он руки моет. Там чаша такая, как обувь ухватка обычно. И вот теперь он руки помыл. Теперь полотенце у этого, которое подходит. Он руки вытирает. Ему подают расческу. Мне звонит один полковник и говорит. Вчера патриарха я смотрел одевали. А он у вас сам не умеет одеваться. По-моему, это уже два года учит. Патриарх. На склоне лет и сам пуговки не может застегнуть. А вокруг него с одной стороны и с другой. Эти прислужники. И вот они это все делают. Но это все веками вводились. Не один раз. Златоусь нигде про это не говорит. Нигде про эти пуговки не написано про расчески-то. Ну расчесывают. Вот я сегодня не расчесался. Я вот туда вышел. К Кочегарке-то. Там маленько лысину просарапал. Да и все. Ну не здесь же. Ну руки-то мыть-то. Ну зачем перед народом? Вот сюда затащите. Ну зайди там где умывальника. Нет, перед народом надо. Один приносит и все это. А люди стоят. Люди. Вот это ни слова не говорится. Это все молча делается в храме. Люди вообще ничего не знают. А их рядом встречают сектанты и говорят. А вы знаете что? И дальше начинают из Евангелия цитировать. Они слева направо. Да я не все понял. А ты хотел бы изучать, чтобы понимать? Конечно. Все зашел. Второй день они ему говорят. Вот написано. Не сделай изображение. Сразу. Исход. Двадцатая глава. Четвертый стих. Это идолы. И вас заставляет идолам кланяться. Все. Иконы сожгли. Дальше. Дальше человек полностью потерян для церкви. И кто это сделал? Не были разлюбезны. Народ невежда. Проклят он. О слепорожденном сказали, когда исцелел. Так вы его довели до этого состояния проклятия. И вы его не учили. Но он нашел Христа. Дальше я мысленно вхожу в эту обстановку. И вижу, не все благополучно. Не все. И поэтому нам судить кого-то зазорно. Нам сравнивать нечем. Единственное, чем мы всех превосходим. Какие есть. Ну, может, не до конца даже всех. Что есть епископат. От апостольских времен. Это пять церквей. Которые, которые говорили, говорили армяне. Копты и сирийцы. Все. А если ты признаешь, что у бакистов тоже там совершается вечер. Тогда им уходить нечем. У них все лучше нашего. Лучше. Они время не тратят. На родном языке говорят. А толкование самое простенькое дают. Это достаточно. Для них это понятно. И песнопения их понятные. У нас песнопения-то хорошие. Тянут. Димитриевский дед был патриарх. Батюшка наш ходит. Он наизусть уже все знает. 36 лет священник. Что поют, говорит, понять не могу вообще. И вот они там заливаются. Поют. Да еще такое там портесное какое пение. Вообще ничего не понимают. Но старое contest son приед trainings поменьше. Принят те как приняли, сохранили такое пение. Там киевский распев, в Морозовском. По крюкам पоют. Не ноты, а крюки называется. И вот они поют. Если допустим, боют, а теперь надо сказать аминь. А-а-а-а-а-а-а. В горах как будто амяне там где-то засели. Из ущелья. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А у retrouвкатской якanciй машет перед ними. А-а-а-а. Что а? То ли аллилуя, то ли аминь. А где он мисс скажет уже непонятно По горам, по волнам голос идет и все Это хорошо, это благо Действительно, да когда еще голоса Да мужские такие Это впечатляет, орган настоящий Но ни одного слова не поймешь Никогда и никто Только если ты дома все считал Это многократно и сказали Когда затянут это А И они все песнопение так Вот это А тянут и ты не знаешь когда это кончится А это да мало еще не один А раза три пропоют А потом в окно посмотрят, а из церкви уже идут Никоняне проклятые Мало они молятся Это не то что мы А моления то и нету Приехала Валя Шадрина У нас моление было праздничное Служба была 12 часов 12 У нас полтора часа И то тяжело 12 Я говорю и что Ну выходили некоторые Вы конечно молодцы Вы все научились спать стоя Вопреки требованиям природы И вы это умеете делать И знаете Ну и о чем было Ну вот сначала это праздник А теперь что И покрова Божией Матери Там начали говорить Я говорю да объясни Покров Божией Матери Объясняй Стоят две сестры и хлопают глазами Это престольный ваш праздник Рождества Пресвятые Богородицы Пресвятой нельзя говорить Пресвятые я Вот тогда Они не во веки веков А во веки веком Если В стоит Уже это не наше Чужое Будь оно не ладно Во веки веком Не догадаешься Что там говорилось Во веки веком Тебе не сдвинуться с места Я говорю Вы Библию то не знаете А у нас Библия есть А где Ну она у нас Там Ну я говорю А где она у вас Я же знаю Где Там Ну В нижнем помещении Да склад у вас там Ну да Ну так она закрыта Ну да Но она у нас есть Ни один Ни сегодня Можешь и не говорить А если не согласен А вот это хочешь Нюхи Чем пахнет Смертью Солдата Швейка Только вспомнишь Выход один Только Вернуться к первому Апостольскому Я всегда Вы Наконец я Вычислил все И понял Два пункта надо Человеку Всего только два А заповеди Которые евреи соблюдают Шестьсот тридцать одна Шестьсот тридцать одна Хорошо запомнил А их всего две Люди Бога Люди Ближнего Всего две А чтобы разъяснить Это родиться свыше От Духа Святого И быть движимым Духом Святым Кто Духа Христового не имеет То тебе все Если ты Духа Святого имеешь Тебе не надо доказывать О необходимости Епископата Правильно Причищаться Быть достойным Этого А недостойно Многие больны Больницы забиты Немало умирает Кладбища все шире и шире растут Это все попы Их туда тянут Потому что недостойно Причищают Это не я говорю Повторяю Я знаю Они будут слушать попы И опять будут летовать Жалобой Патриарху Сейчас они долбят Местного архиерея Из-за меня Что хорошее отношение Понимаете Прямо Жалобу Я думаю Не одну жалобу Патриархию На него Они не глядят Надо епископа почитать Ну почитайте его А он не прав Этот был Я-то тоже к ним ездил Туда Я говорю Антони Три епископа на Алтай Только было И все в хороших отношениях Заканчивают этим Но им надо свалить Растоптать Никак не получается Почему? А Бог Бог Защитник наш Мы и их Желаем Чтобы они просили У Бога прощения И Бог просил их Поэтому обетование И для них Двадцатый стих Но посредник При одном не бывает А Бог Один Так и Христос Служит посредником Между двоими А именно Между Богом И людьми Ибо Он примирил Обоих Дав мир И уничтожив Вражду Которая была У людей с Богом С тех пор Как соединил С собой Человеческое естество Он дал Мир Чудесным образом Соединив С божественной природой Враждебную ей Вследствие греха Плоть Итак Если он Ходотай И примиритель То ясно Он спасает А не закон 21 стих Итак Закон противен Обетованиям Божьим Никак Ибо если бы Дан был закон Могущий Животворить То подлинно Праведность была бы От закона Толкование Если обетования Сообщали Благословения А закон Подвергал Проклятию То очевидно Если бы мы Приняли его Как имеющий силу Он уничтожил бы Обетования Божьи Которые дают Благословения Но да не будет Слушай Далее по порядку Тогда Говорит Закон Был бы Сильнее веры Сообщил бы Благословения И оправдывал бы Человека Если бы он был в состоянии Оживить И спасти А теперь он Скорее убивает Так как не может Освободить от грехов Как же после этого Закон Может преодолеть Веру Которая имеет силу Оживлять Через крещение И благословлять И оправдывать Кого что есть Дальше 22 стих Но писание всех заключило под грехом Дабы обетование верующим Дано было по вере в Иисуса Христа Толкование Закон Закон говорит Не имел силы Освободить от грехов Но содействовал тому Чтобы заключить людей Под грехом То есть Показать их Грешниками И принудить Чтобы они Вожелали отпущения Грехов И обратились Ко Христу Могущему Даровать Оное А так как Иудеи Не чувствуя Всей тяжести Грехов И прощения Их не пожелали То Бог Дал закон Который Заключает их То есть Теснит И подавляет Обличениями Объявляет Их грешниками И побуждает Искать Способа Получить Прощение А этот способ Есть Верого Христа Посредством Которое Мы получаем Благословение И Оправдание Ты спроси Понимают они Что ты прочитал Или нет Ты слишком много Считаешь Сразу Как это закон Уех Увеличился Как это закон А вот пример Примерами Сегодняшней жизни И постарайтесь Это доказывать Говори Ой Подожди Говори Никита Подошел Кланяться Никита Так Подожди Никита Он сегодня От меня Уходит Я не буду Мы договоримся Неделю Сергея живет Ты завтра Гордееву Михаилу Федоровичу Можешь поехать Могу Он говорит Могу Ну хорошо Так Завтра Отпадает Когда Все После двух Возьми телефон Позвонишь И поедешь Все Согласен Ну Телефона Нету Ну ладно Вон Сейчас Звонит Бери Звонок Выходи От меня Так Вот Понимаете Что такое Закон Почему Грех Убилищивается Маленький Пример Мы В деревне Живем А Закон По всей Стране Одинаковый А там Они Не соблюдаются Потеряй Закон Движения На дорогах А зачем Его соблюдать Там Машин Мало Ну а Закон Не оговаривает Что мало Или много На дорогах Они Едут Соседнее Село То другое Ремни Не пристегивает А зачем Скорость Какая Какая Бог даст На дороге Скорость На дороге Черта Вот Он Пересек Сегодня Это не 2 рубля 3 70 Что ли Тысяч Штраф Это ужас Какой Вообще Я услышал Может это Ошибка Какая Сплошную Линию Пересечь 30 Тысяч Даже 30 Это не 3 рубля Не 30 Рублей Тысяч Этого Закона Не было Ничего Не было Но теперь Включили Этот закон И он Уже С момента Подписания Допустим Президента Он Подписал И вот Который Выехал Нарушал Все Как только Подписан Закон Опубликовали Его там В газетах Везде Теперь Это все В нарушение Пошло Не пролюбать Действуй Не кради Закона Этого Не было И они Жили Где могли И считали Это хорошо Как дикаря Говорят А что Хорошо Хорошо Когда я Убью Врага Заберу У него Жену И дом А плохо Ну плохо Когда он Меня убьет И заберет Жену И дом Очень просто Но закон Гласит Он для всех Закон Одинаковый Это плохо В том Случай И в этом Случай Плохо Для него Пока Это не было Очерчено Грань За которую Нельзя Заходить Он ездил Пылил И ничего Нет Ну теперь Закон Дан Закон С дороги Нельзя съезжать А сейчас Если Дождь Прошел Там Поле Пшенична По нему Шпарят Машины Дайвут И все Даже В порядке Вещей Иначе Как ехать Дорога Раскисла И прочее Так вот Человечество Как грязь Сделалось Раскисла И Бог Дал закон Нельзя Чти отца И мать До этого Не чтил Только Совесть Тебя судила А теперь Определенный Писанный закон Я отвечаю Ну я не знал Незнание Закона Не освобождает От платы От наказания За нарушение Закона И вот Об этом Говорит Самоисеевого Закона Не было Чти день Субботний Работали Все Закон Вышел И вот Он теперь Только закон Вышел Объявили Он пошел Собирать Щепки И вот Захватили Смерть Ему Жене Детям Смерть И всех Убили Ну какой же Это закон А вот Это закон Закон Обнаруживает Ты нарушил Но я всегда Собирал Всегда Закона Не было Где нет Закона Нет О нарушении Но его Уже дали Вот Этот момент Надо запомнить Знать закон Это и благо И в то же Время Я с людьми беседую И говорю Сегодня особый день Ты можешь покаяться Я тебе о Христе Рассказал И вам Это самый счастливый день И этот день Может быть самым несчастным Если ты не примешь Христа Ты до этого не знал Да лучше бы я с вами Не встречался Теперь уже Вася некуда Я уже вам рассказал Вернуть назад нельзя Только покаяться Доведи страх на него Страх начала мудрости Все Наверное Все уже у тебя А время Я не засекал Время вышло На камере Час двадцать одна Час двадцать одна Все Благодарите Бог Второе часа Мы это занимаемся Благодарите И расходите В двадцать третьем Сеть я остановлю Это записать Что-то надо Или как А глава какая Третья Третья Глава Двадцать Третий стих Двадцать третий Галата Нет Двадцать второй Двадцать второй Да не закончили Но двадцать второй Не закончили Ты же зачитал Да Двадцать третий Молитесь Молитесь Игнать Тихонич Ну я еще Молитесь Давайте Давайте Двадцать третий Двадцать третий Двадцать третий Двадцать третий Двадцать третий Двадцать третий А я даю Двадцать третий Двадцать третий Двадцать третий Как бы компенсировать Что сразу Не получил Подсвешиваете Твой идентификатор Квитанцию Вам когда Выпишут И там есть Идентификационный Номер И вы Выходите На сайт Почта России Прямо Наберите Сайт Почта России И оно выскочит И там вот этот Вот идентификатор Вводите И у вас Прямо История Показана Где В каком отделении Почтового Сейчас Находится Прямо Весь путь Посылки Отслеживают Спасибо Христос Пойдем Ко мне Это Игорь Приходи